вот это есть свежая кровь это часть маленькая часть вот это малюсенькая часть еще расскажу у меня хранится вот через три года выброшу почему через три потому что я могу гарантировать хранение только три года даже не знаю не пробовал порядка 250 300 тысяч косточек количество немеряное а может уже и полмиллиона ну попробуйте считай когда мне 150 банок это только абрикосов не считая прочих слив вишен вот когда-то когда придут таши что смеетесь а больше всех смеяться довольно знаете кто один из моих лучших друзей макаров алексей который прекрасно знает что наши не придут никогда никто не уступит теплые места пусть нищая наука но как она сейчас существует в одном из вебинаров давненько 2-3 года назад я показывал официальное сообщение о том что после 10 после года воровства были арестованы директор научной станции и был арестован главбухи и как он там зовется этой же станции они оказываются представляете какая нищенская зарплата у ученых в этих низовых ну те ученые которые называются когда того но это звание а должность называется допустим старший новостатрудник младший новостатрудник вот если там было сказано что они обворовывали их зарплаты то есть уже из этой нищенской зарплаты еще не получали а как от них требовать подвиги но мы на любителя на одном энтузиазме работаем так запущено в науке так что страшно представить а дальше что неужели вот это выпущен это же миллионы долларов так получилось что каждая бесценна каждая бесценна вот то самое свободное поляне а дикарей нет среди них вот то что на полу наверху это культурные а которые внизу это эти самые давайте поближе познакомлю чем заметьте это маленькая часть вот они культурные жалко не видно что ж это такое ну все равно культурные уж у меня так глаз набит а вот дикари но эти дикари никогда не дадут дикие никогда они будут или такие же 20-30 грамм ну как у его директора мясского института который вырастил из моих сельцев уже хорошие или еще лучше уже в деле экземпляр у меня то 40 грамм а кое у кого уже 50 и это сеянцы вот им то цены нет они могут расти везде всюду их не надо не поливать их как у меня было 5 месяцев засухи их не надо удобрять их не надо не стричь ничего им не делать вырастут ими можно дороги украшать ими можно скверы украшать все можно некому вот а я как собака на сене ну собака на сене это считается что она не себе и не людям а я пишу хватит семьи и вузам еще раз второй раз почему потому что у есть уникальные вещи да итак я был повторяюсь но это очень важно я был буквально пригвозден пригвозден мой адрес было сказано следующее у Железова в саду свободное опыление а свободное опыление приводит к тому что вырастут дичь я цитирую по смыслу буквально по смыслу правильно вырастут жердели и дичьки так то есть все вот это вот вырастут жердели и дичьки вот а значит что то что продает Железов это цитирую мошенничество и обман и мошенничество вот тогда я подумал так ну их то тысячи людей а у меня сотни людей получается что поверят этому человеку во первых у меня не купят во вторых вообще не станут связываться они просто купят готовые саженцы которые не доживут раньше как говорил не доживут до следующего года а теперь они погибают сразу то есть посадил он мертвый ну показывает тот же самый вот этот самый того мертвеца вот вот это и есть норма взять специально искалечить не просто вот он рост его нет специально искалечить теперь он будет как бы с законной формой нет такой законной формы на планете нет ни одного дерева которое бы эти специалисты не зувечили не зувечить не зувечайся борьба а во вторых а во вторых он плот его е в